здравствуйте дорогие друзья дорогие подписчики я сегодня хотел сделать такое видео здесь у нас дерево 8 лет как вырос вот такое большое дерево у нас плоды не давал ни одного плода не давал это груша что мы сделали я в интернете видео смотрел различные видеоролики смотрел почему плоды не дает и что нужно делать что плодоносила дерево там говорили надо его гвозди забивать надо привязывать жестянкой сильно за стебель или за ветку где-то для чего это делается если горит он какой-то боль ощущает дерево она начинает давать плоды типа после себя хочет оставить потомство вот такие видео были но не знаю может быть это правда может это неправда честно говоря это какие-то варварские методы мы сделали решили сделать такой метод почему дерево не дает плоды потому что у него питательности не хватает земле достаточное количество питательности нету вот и появляются цветочки с полностью питательностью обогащать не успевает дерево вот из-за этого они выпадают цветочки выпадают и груши уже как бы цветочки если упали груши не растут не остается на дереве да что мы сделали вот если вы видите вот снизу скопанное место скопали здесь где-то осенью четыре мешка навоза засыпали на этой территории 4 мешка 4 мешка засыпали и перекопали вместе землей этот навоз перекопали потом весной вот недавно весной мы засыпали это более 20 ведр навоза и то же самое перекопали еще раз после этого у нас вот это дерево как цветочки появились как всегда у него цветочки появлялись а сейчас смотрите сколько груш здесь цветочки не выпали зато плоды есть мы не стали забивать стебель гвоздей не стали топорами пить стебель не стали ничего привязывать просто обогащали почву питательными веществами где-то восемь лет нам это дерево никаких плодов не давал а девятый год как мы уже обработали землю достаточным конечно одобрениями вот и начал давать плоды желательно если удобрять желательно удобрять где-то двухлетний или трехлетний навозом если свежим свежим тоже можно не только свежий может нагрузка будет на дерево большой из-за этого желательно или двухлетний или трехлетний это вообще отличный будет удобрение а так свежим тоже если нет такого старого навоза и свежим тоже нужно ну не надо оставлять без питательных веществ почву хотя бы если есть свежие свежим навозом нужно обработать еще раз покажу вам мы здесь обрезку тоже сделали если обрезку не сделали то еще больше было бы здесь все все доброго до свидания если вам понравилось это видео поставьте лайк подписывайтесь на канал надеюсь она вам какую-то пользу принесет до свидания и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok